Самый частый комментарий к нашим видео Почему вы делаете обзоры поселков только на Новорижском шоссе? Там все очень дорого, слишком переоценено Покажите, что есть на других подмосковных направлениях Ну, желание зрителей для нас закон Поэтому сегодня мы поедем на юго-восток Московской области По Новоризанскому шоссе В коттеджный поселок Ольховка Country Club От известного подмосковного девелопера Каскад Недвижимость Меня зовут Максим Рудницкий Вы на моем канале о загородной недвижимости Подписывайтесь, ставьте лайки и дизлайки Подписывайтесь на наш телеграм-канал ProZagorod Там, кстати, самая свежая информация Ну и смотреть наши ролики можно в ВК Сообщество тоже называется ProZagorod Ну а теперь едем в Ольховку Расположен поселок Ольховка Country Club в 30 километрах по Новоризанскому шоссе Ближайшая деревня Синьково Ехали мы около часа Но справедливости ради надо сказать, что сейчас заканчивается строительство нового участка шоссе И буквально через месяц время в пути сильно сократится С одной стороны поселок примыкает к большому лесному массиву Ну а в километре есть большой пруд с такой обустроенной пляжной зоной Ну и тут надо сказать, что вообще окрестные земли уже лет 20 застраиваются Таким единым застройщиком коттеджных поселков под названием Березовый парк Так что местность очень обжитая Со спортплощадками, озером, ну и всевозможной инфраструктурой От детских садиков до магазинов и химчисток Ну и вот около года назад начали строительство Ольховки Country Club Поселка в едином современном таком европейском стиле В активной стадии строительства сейчас около 40 домов Ну а 25 домов уже готовы Более того, первые жители уже заехали и активно обустраиваются Поселок планируется довольно большой Всего будет около 450 домовладений Причем участки здесь не маленькие, а такие 9-10 соток в среднем Сейчас вообще идет тренд в загородном строительстве Для уменьшения чека застройщики уменьшают площади участков и домов Например, у того же каскада на Киевском шоссе Поселке Мартхаус, о котором мы уже делали обзор на нашем канале Участки от 5 соток, а дома от 63 метров Ну а в Ольховке участки, повторюсь, 9-10 соток Ну а минимальная площадь дома 75 метров В общем, сильно попросторнее Ну вот в этом, наверное, и есть основная разница Между престижными Киевской и Новой Ригой и демократичным Новорязанским направлением За те же деньги здесь будет заметно больше простора И в доме, и на участке Ну и в поселке единые прозрачные заборы Которые визуально еще больше расширяют пространство Давайте посмотрим поподробнее, какие дома здесь предлагаются Ну и почем Купить участок без подряда в поселке нельзя Все дома, как я уже говорил, в едином современном европейском стиле Отделка фасада, кирпич ручной формовки, металл и лиственница Крыши фальцевые Что лично мне очень понравилось, что фасады домов отличаются по цвету Так что нет ощущения такого полного однообразия На сегодняшний день здесь предлагаются дома площадью 75, 85 и 115 метров Это такие одноэтажные Ну и дома 145 и 175 метров двухэтажные Самый недорогой дом 75 метров Имеет две большие спальни по 14-15 метров Кухню-гостиную 31 метр И один большой совмещенный санузел Стоимость такого дома под отделку на участке 9 соток От 9 миллионов 200 тысяч рублей В доме площадью 85 метров уже три спальни Правда, они небольшой площадью от 9 до 12 метров Ну и санузла уже два Такой дом стоит сейчас от 10 миллионов Ну а в доме площадью 115 метров И спальни большие, там от 12 до 17 метров И кухня-гостиная под 40 метров И большая котельная 8 метров помещается Ну а в двухэтажных домах 145 и 175 метров Уже предусмотрены и мастер спальня Со своей гардеробной индивидуальным санузлом на втором этаже Ну и дополнительный кабинет на первом этаже Стоят такие дома сейчас на участках 10 соток От 13 миллионов 700 тысяч И 15 миллионов 600 тысяч соответственно Ну и расположены они ближе к лесу Ну и что сейчас немаловажно Дома в поселке подходят под льготную ипотеку Так что если вы семья с детьми Можете под 6% кредит взять на покупку готового дома Поселок Ольховка-Кантри-Клаб очень молодой Так что объекты инфраструктуры Вот именно для этого поселка Еще не начали строить Планируется большая парковая зона площадью около 12 гектар Детские площадки, спортивные площадки Ну и всякие воркауты и зоны барбекю Вообще многие застройщики сейчас вперед строят Объекты инфраструктуры, чтобы завлечь покупателя Но каскад недвижимость давно на рынке Построили не один поселок Так что можно, наверное, показать Как выглядят детские площадки Общественные зоны барбекю В Мартхаусе, например Мы делали обзор этого поселка на нашем канале Ссылку оставлю в описании Ну и готовая инфраструктура, повторюсь, есть в соседних поселках Вообще каскад недвижимости во многом пионер на загородном рынке Они первыми в 2019 году начали застраивать поселки домами такой вот архитектуры И надо сказать, что такие современные барнхаусы с отделкой кирпичом ручной формовки Очень зашли, что называется, публики И сейчас многие микродевелоперы строят вот похожие дома на продажу В поселке Ольховка-Кантри-Клаб На дом выделяется электрическая мощность 10 киловатт Ну, можно, говорят, увеличить, если вам надо побольше На каждый дом индивидуальная скважина и септик Дороги асфальтированы, а газопровод по поселку уже проложен Так что подключение газа осталось ждать не очень долго Ну, у меня сложилось приятное мнение вообще о культуре строительства Если можно так сказать Трава в строящейся части покошена Дороги чистые, пыли и грязи нет Куча строительного мусора возле готовых домов не видно По традиции я проверяю все поселки из наших обзоров На наличие каких-то серьезных обременений При которых строительство домов затруднено Но вот по открытым данным обременений препятствующих строительствов Ни на публичной кадастровой карте Ни в градостроительной системе Московской области я не обнаружил Земли здесь для дачного строительства Градостроительная зона СХ-2 Строить дома здесь можно и нужно Местность вокруг, повторюсь, обжитая Так что, в принципе, есть все необходимое Именно для постоянного проживания От Москвы, опять же, всего 30 километров Ну а что можно купить сейчас, допустим, на той же Новой Риге За 15-17 миллионов в 30 километрах от МКАД Стоимость земли на этом расстоянии Сейчас миллиона, наверное, полтора-два за сотку 15 миллионов разве что на участок 8-10 соток хватит Ну или на таунхаус 100-метровый без отделки Что-то похожее по стоимости на Ольховку Можно найти там в 50-60 километров от МКАД Ну не ближе В общем, если центр жизненных интересов у вас на востоке Москвы И вам чужды пафос и престиж Ну почему бы не заехать в Ольховку Кантри Клаб? Ну а мы по традиции нашего канала Постараемся через какое-то время Приехать и рассказать зрителям Как продвигается строительство поселка Построил ли девелопер парк Сколько домов еще построено Ну и как изменились цены на недвижимость Внимательные зрители из наших обзоров Смело могут делать выводы о том Что происходит на рынке загородной недвижимости Ну и не вставая с дивана Подбирать себе поселок по душе Ну и по финансовым возможностям, конечно Так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик Ну и на телеграмм про загород Подпишитесь обязательно Чтобы не потеряться Ну и на телеграмм про загородную недвижимость